В Балакове при поддержке Балаковской АЭС в шестой раз состоялись мальцевские краеведческие чтения, которые были посвящены 160-летию со дня рождения архитектора Фёдора Шехтеля. С каждым годом растёт география участников. Мероприятие привлекает внимание и научного сообщества, и любителей истории родного края. В этом году мальцевскими чтениями заинтересовались руководство и сотрудники Музея архитектуры имени Щусева. У них есть выставка, посвящённая Шехтелю в частности, и модерну вообще. К мероприятию также присоединилось Российское историческое общество, серьёзная организация федерального уровня. И это тоже своеобразный показатель популярности наших чтений. Я называю эту конференцию научно-популярной. То есть наша задача не только выпустить сборник научных статей, чего сейчас можно просто в интернет выйти и где хочешь опубликовать. Предложений огромное количество. Но наша задача ещё и популяризовать. Популяризовать, привлекать людей со стороны, чтобы они интересовались историей края, не только Балакова, но и вообще историей России. То есть у нас будут сегодня выступающие, чьи доклады или чьи сообщения не войдут в научные сборники. Но это и не важно. Важно то, что это движется, этот интерес пробуждается, он развивается. И вот это, я считаю, самой главной задачей. Я думаю, что если мы не остановимся, если по-прежнему будет нас поддерживать такое замечательное предприятие, как Балаковская АЭС, то с каждым годом желающих приехать к Балаковой и принять участие в нашей конференции будет всё больше и больше. Кажется, вся история нашего города уже изучена и опубликована в книгах, научных трудах и фотоальбомах. Однако именно благодаря таким мероприятиям удаётся находить малоизвестные факты и рассказывать об этом общественности. Сейчас есть возможность наших краеведов работать в архивах. И это всё находится в архивах. Наша же область относилась к Самаре. И вот Юрий Юрьевич в Самарском архиве нашёл уникальные материалы. И вот они у нас в отдельной папке, выйду на улицу. И он нашёл там план по кварталам. И расписан не только чей это дом, а вообще что находилось в этом доме. То есть сейчас такой есть уникальный материал. Им только пользоваться, пользоваться и рассказывать, в том числе и детям, которым очень интересно, кто же жил сто лет назад в нашем городе, чем они занимались, чей это дом был, какой первый магазин был открыт и так далее. И, конечно, не может не привлекать внимание Свято-Троицкий храм, построенный по проекту Фёдора Шехтеля. Он был возведён на средства известного мецената Паисия Мальцева. Закладка первого камня состоялась в 1909 году, а строительство завершилось в 1912. В советские годы здание было сильно повреждено, в нём располагался дом культуры. И после передачи его обратно церкви началось восстановление. Всеми силами реставраторы старались воссоздать и сохранить то, что было создано Шехтелем. В Чусевское музее я приехал, по ним я им подарил. Это богатство, ну вот видите. Это всё Балаково. Это всё Балаково. Это настоящее. Всё настоящее, реально. Паисий Мальцев вполне мог бы построить этот храм по проекту менее известного архитектора за гораздо меньшее средства. Но он обратился именно к Шехтелю, поскольку знал, что этот зодчий создаст нечто особенное. Поэтому балаковцы могут гордиться, что в нашем городе есть такая архитектурная ценность практически мирового уровня. И вокруг Свято-Троицкого храма расположено множество усадеб, которые также привлекают внимание гостей города. Руководитель старообрядческой миссии в Пакистане, который прибыл на Мальцевское чтение, не переставал удивляться как местной архитектуре, так и тому, что краеведческое мероприятие поддерживает Балаковская АЭС. Я уже второй раз посещаю Балаково. И я заметил, как много здесь исторических зданий, исторических объектов, которые содержат богатую историю русской культуры. Спросил отца Михаила, кто является организатором этой конференции. И узнал, что организатором конференции является атомная станция Балаковская. И в числе организаторов это русско-православная старообрядческая церковь. Я подумал, какая странная комбинация. Что общего между атомной энергетикой и церковью? Но я теперь понимаю, что атомная энергетика и церковь могут в России работать вместе, потому что я слышал, что некоторые космонавты, учёные летают в космос русские, и там у них висят иконки. В ходе двухдневной конференции заслушали около 30 докладов. Участники из разных городов рассказывали о восстановленных исторических зданиях, о сохранении памятников культурного наследия, о жизни старообрядцев. В завершении мальцевских чтений для всех присутствующих организовали экскурсию по старой части Балакова.